Добрый вечер! В эфире дискуссия на Неквестях. С вами Олег Деренюга, наш гость сегодня Юрий Гранатуров, сопредседатель всеукраинской партии «Наш край», о которой мы сегодня обязательно поговорим. Юрий, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, естественно, кроме всеукраинского уровня, все-таки Радуи Николаев всегда ближе. Совсем недавно городской головам Александр Сенкевич отчитался о итогах своей работы за год. Вам есть с чем сравнить. Вы были мэром этого города чуть-чуть более, полтора года. Как вам отчет мэра? Я не присутствовал на отчете мэра, собственно говоря, никто и не приглашал, поэтому оценить могу только фотографии. А был ли это отчет? Форму отчета можно выбирать разную, закон там не очень строго регламентирует ее. Однако, неплохо было бы, если бы все-таки отчет был опубликован в сухом виде, с хорошей содержательной и результативной частью, а не только иллюстративно. Я думаю, что он прозвучит, ведь обещано было. Я думаю, что то, что там звучало, оно во многом вам близкие вещи. Запуск электронной очереди в детские сады, о которых вы отчитались еще в 2014 году, но сейчас отчитались в 2016. Достижение такое в виде того, что дороги начали ремонтироваться ночью для удобства водителей, по-моему, при вашем мэрстве я, видимо, аналогичное. Ну, такие проекты, как «Аллиния» на «Намыв», как строительство школы и детского сада на Северном. В принципе, как бы ничего такого кардинально нового. Я не услышал, что там прозвучало. Это все тезисы, которые звучали и при вас. Ну, что такое электронная очередь в детские сады, как достижение? Да, мы действительно создали электронную очередь в детские сады, но это же не от хорошей, а от плохой жизни. Это потому, что детских садов катастрофически не хватает, потому что их просто нет. Поэтому достижение надо записывать только строительство и создание нового детских садов. И многое в этом отношении нашей командой, еще с Владимиром Михайловичем Чайкой было сделано. У нас целая программа по возрождению, реконструкции и строительству детских садов городская, которую, кстати, никто не изменял, новую никто не принимал. И она действует по сей день, принятая нами еще в 2009-2010 году. И есть целый ряд детских садов, которые уже открыли свои двери для детишек. Но я могу только два назвать, например, по адресу Мира 13А. Там находилась частная структура, частный предприниматель, целой серии судов. Было переселение этих людей и, в принципе, были задействованы и правоохранительные органы. И там реконструированы, запустил, так сказать, детей в свои двери. Но когда достижения предшественников записываются в заслуги текущего года, ну или прошедшего года, ну как-то это странно. Или наоборот, это преемственность и все хорошо. Ну какие достижения? Еще пока никто ничего не построил. Пока да, а будет построено. Ну когда будет построено, тогда это будет достижение. Вот если говорить о школе фехтования. Пришел новый губернатор Алексей Савченко. Сказал, что через три месяца мы фехтовальную школу закончим. Построил ее, руководил этим процессом и сдал. Это безусловное достижение. Но при вас город не участвовал в софинансировании этого проекта? Мы в тот период, когда это начиналось, я еще не был ни городским головой, ни секретарем совета. И этот проект был на какой-то период заморожен. Однако попытки сделать его были. Но вот он сделан, и руководитель области может его записывать точно к себе в актив. Я вам больше скажу. Вот 143-й детский сад фактически на 300 мест на Намыве. Это был долгострой. Мы точно так его в кратчайшие сроки построили. И один из лучших детских садов в городе открыл свои двери для детишек. Это было записано в наш актив. Точно так же не было питомника для бездомных животных. Мы его достроили через Немогу. В конце 14-го года его полностью сдали. Теперь его надо только грамотно эксплуатировать. Это тоже можно себе в актив записать. И многое другое. То есть надо записывать в актив и в достижение, это мое убеждение, не намерение, не желание, не усовершенствование системы в очереди. Ну электронная очередь. Ну как стояло там несколько тысяч людей, так и стоит. А детские сады, школы, больницы, инфраструктурные проекты. И это единственное, что было делать. У нас другая была проблема. У нас система была такая. В мило готоваты, то в мило подаваты. Мы плохо это преподносили. Мы действительно не умели показывать свою работу, доносить ее массово до населения. Это был наш серьезный минус. Но как я слышал, что этот же минус преследует сегодня Есенкевич. Ровно год назад весь Николаевский политикум обсуждал такую социально значимую тему, как качество детского питания. Тогда государство не выделило необходимые средства на обеспечение питания для школьников. И вы тогда выступали с ультиматумом. Тогда каждая фракция считала нужным сделать заявление по этому поводу. Что мы видим сейчас? Отчет мэра города, вице-мэр по гуманитарной политике заявляет, что значительным образом улучшилось качество детского питания. Что фактически поменялось. И все фракции молчат. Хотя на самом деле нельзя сказать, что повысилось хоть на 5 гривен это питание на ребенка. Давайте скажем так. Речь тогда шла не о качестве питания. Речь шла о том, что государство перебросило на местные советы функцию и определение того, будет ли учащиеся начальной школы получать горячее питание в полном объеме, либо не будут. Местные советы за это тогда не платили. В бюджете это не было предусмотрено. Это была государственная субвенция. А так сразу ее в бюджет не внесли. Мало того, кто-то дал команду из таких очень радивых чиновников, что питание надо прекратить. И тогда мы выступили. Да, действительно, я выступал не только от нашей фракции, а от целого ряда возмущенных депутатов. С тем, что ничего страшного. Если государство это не делает, но дало нам возможности для того, чтобы децентрализованный бюджет был намного больше, то мы должны взять эту функцию на себя. Вопрос качества решайте. Это ваша проблема. Это проблема тех, кто сегодня управляет этими процессами. Но это так же, как водопроводчик. Он пришел на аварийный участок водопровода, где прорвало воду. Он перекрыл воду, потер руки и довольно ушел. Проблема решена, течь устранена. Просто так, чтобы не получилось, что когда проблема звучала на весь город, каждая политическая сила об этом заявляла. А когда это сейчас особенно не звучит, и уже даже отчет, что все стало лучше, никого это не волнует. И политики больше не пиарятся на этом. Если бы никто тогда не отдал бездумную команду и не прекратил бы детское питание... Кто ее тогда отдал? Это Горано? Я не знаю, кто ее отдал. Нас это не интересовало. Нас интересовало, чтобы ее немедленно отменили. Вы тогда выступали и говорили, что я не скажу фамилию того, кто это отдал. Ну, здесь не единолично это было решение. Я считаю, что здесь, наоборот, не было принято правильное решение. Перегнули? Сегодня многие сравнивают борьбу со снегопадом Рождество с тем стихийным бедствием, которое было в 14-15-х годах. Что бы вы сказали тем людям, которые говорят, что у Гранатурова не помучилась, а вот у Сенкевича сейчас помучилась? Я бы напомнил вам, что есть спорт, есть азартная игра. В азартной игре очень важно везение, как карта ляжет. А в спорте совсем другая ситуация. Там должны быть абсолютно одинаковые исходные позиции на старте. Ну, например, возьмем такой спокойный вид спорта, но очень мудрый, как шахматы. Одинаковые абсолютно позиции. Дальше уже выигрывает тот, кто делает больше моментов для победы. Поэтому я хотел бы сказать, я уже говорил, еще раз повторюсь. Не надо мериться списками каких-то побед, каких-то достижений. Потому что у каждого в свое время были свои условия, свои достижения, свои промахи, свои победы. И добрые дела надо продолжать, преемственность надо сохранять. И это было бы разумно, потому что условия были совершенно разные. Мы не будем говорить об интенсивности снегопада, о чем-то другом. Поговорим о вообще элементарной вещи. Наличие техники. На тот период у нас в ИЛО автодорог было аж три КАМАЗа, снегоуборочные техники. Еще было шесть машин частных и четыре машины, тогда еще называлось это Юждорсервис. Все. Мы купили большое количество техники, мы купили малую механизацию, мы купили трактора. В этом году тоже купили пару бульдозеров, однако это несоизмеримо с тем, что было раньше. Да, где-то может быть и логистика необходима. Да, появилась новая национальная полиция, которая уже как то ГАИ, которая просто бросила город. Все разъехались, ни одного не было. Работали, занимались, помогали. Поэтому условия эти разные. Мало того, мы тоже тогда раздали тысячу лопат, покупали их вместе со своими замами за свои собственные деньги. И так далее. Это было стихийное бедствие. На тот период мы сделали все, что только могли для этого, сутками находясь там. И, кстати, господин Сенкевич приходил на наше совещание, я тогда его пригласил. И он реально признал, что коммунальщики работают на пределе своих возможностей на тот период. И технических, и физических. То, что улучшается, мы только приветствуем. И я бы никогда не отрицал достижения своих предшественников. А у моих предшественников, хотя их и нет живых, достижения были. И были существенные. Потому что наша команда тогда работала на переломе истории. У нас 2014 год и половина 2015 года были вообще безденежными. У нас казначейство не пропускало даже маленькие платежи. У нас были взрывы домов на Лазурной 40, на Малогладевской 28. У нас перекрывали мосты. У нас много чего было такого. И вспомните, мы если хотели провести праздник на площади, мы его не могли провести не потому, что кто-то там чего-то не доработал или не сделал. А потому что здесь бесновалась вакханалия сепаратизма. И нужно было заниматься этим. Нужно было отстоять тот период город Николаев всем вместе. И благодаря нашим гражданам, николаевцам и всем тем, кто в этот период жил, приходилось заниматься этим. И это было важно. И сегодня здесь мирный, украинский Николаев. Если в 2013 и 2014 у нас был безденежный город, если был разгон сепаратизма и вообще угрозы территориальной ценностности, в том числе и в Никомаеве, то в 2015 году, по итогам года, когда вы были мэром города, были неизрасходованы 72 миллиона. В 2016 году, когда мэр города был уже Александр Сенкевич, неизрасходованными оказалось 183 миллиона гривен. 183 миллиона мы не потратили в 2016 году. Это плохо разве? Ну а как надо? Я считаю, что плохо. Ну скажите, это плохо или хорошо? Мне, могло быть, наверное, хуже. Но я думаю, что это плохо. Я считаю, что это неплохо. Я уверен более того. 45 миллионов мы не потратили на дороги, потому что я своим решением сказал, ребята, температурные режимы не соблюдаются, ничего. Технадзор не будет принимать эту работу? Нет, он сказал, я не буду. Отменяю все. Очень хорошо, что вы в январе и в декабре не закатывали эти деньги в асфальт. Но очень плохо, что кто-то когда-то так планировал, что планировалось в январе или в декабре потратить эти деньги. То есть это означает, что еще на предыдущем этапе, вы когда планировали расходы, вы неправильно их запланировали. Неправда. С вопросом, что бюджет планировался начиная с 1 января, а приняли мы его 28 апреля. По разным причинам, по разным распределениям, по разным распорядителям, но мэр говорит, что это неплохой результат. Как считаете вы? Я считаю, что и при мне, когда они использовали 72 миллиона гривен, и при Сенкевиче, мэре Николаева нынешней. Гораздо больше. Потому что объем бюджета очень большой не использован. И тот, и другой результат негативный. Отношу это и к себе, и к нему. Почему? Не хватает проектов, не могут вовремя провести соответствующие тендера, не реализуются ранее принятые решения, не отменяются вовремя решения, которые были приняты поспешно и неправильно, подводят еще главные распределители средств, подводят еще где-то эту ситуацию подрядчики нерадивые, выбранные, будем так говорить, нескрупулезно, и многое другое. Это приводит к подобным результатам. И еще, когда принимается бюджет, амбициозно хотим 150 кровель. А мы определили вообще, у нас найдется подрядчиков на такое количество, и на такой объем работ, чтобы это было сделано своевременно, в теплый период года, и качественно, и в срок. Надо соотносить возможности материальные с возможностями техническими. Но это впервые, когда у нас денег больше, чем технических возможностей у подрядчиков. Этому надо радоваться, и я уже говорил, надо учиться работать с тем бюджетом, который уже более-менее отвечает реалиям сегодняшним того, что мы можем развиваться и идти вперед. В первую очередь учиться чиновникам. Но как из вашего ответа, я так понял, что одной из главных проблем есть несовершенство вот этой управленческой машины, которая эти деньги в итоге использует. Я думаю, сейчас этот год, возможно, тоже не самым эффективным был прошедший, для того, чтобы создавать большое количество хороших инфраструктурных крупных проектов, которые потом можно применять быстро и качественно. Когда уже все отпроектировано, когда есть проектно-сметная документация, можно очень быстро провести качественно тендер. Какие могли бы быть масштабные проекты для Синькевича? Подскажите ему. Та же троллейбусная линия на намыв уже могла существовать. Кладбище, которое является кричащей проблемой, могло уже быть, независимо от того, где бы его размещали. Детский сад мог бы быть построен? Ну, вряд ли. Детский сад хотя бы мог бы быть запроектирован полностью. И в прошлом году, и в этом году методом дробления, небольшими суммами здесь не справиться. Поэтому, я думаю, что двигаться вперед здесь надо. Он тоже набивает шишки, учится. И будем надеяться, что при таком невероятном бюджете, который город Николаев вообще в истории никогда не знал, как 3 миллиарда 600 миллионов гривен, которые сейчас планируются, а думаю, реально он может быть еще больше. В результате перевыполнения, особенно по итогам года, не совершить здесь, будем так говорить, комфортно-безопасную революцию в инфраструктуре, просто невозможно. То есть, если этого не будет сделано, это будет показатель чего? Что мэр не соответствует или что? Или городской совет не все же от него зависит? Вообще-то, дело в том, что городской совет, по моему убеждению, совершенно не препятствует городскому голове исполнять полностью функции мэра города, которые ему доверили. Депутат городского совета Елена Киселева считает, что мэру Николаеву повезло, и он работает в комфортных условиях. Об этом она заявила в интервью «Никвестям». Я бы вообще сказала, что на сегодняшний день мэру повезло. У него оппозиции как таковой нет. Вот у него, правда, фартовая ситуация. Он везунчик. Ну, как бы, и по тому, что победа мэрская, и дальше по принципу децентрализации, по степени влияния на мэра. Он сегодня находится в очень комфортных условиях. Просто проблема, наверное, мэра и команды в том, что они этого не понимают. Потому что если бы они жили шестой, седьмой, восьмой год, я думаю, они бы не выжили. Вы с этим согласны? По сути, я хочу сказать, что с первой частью абсолютно согласен. Действительно, условия суперкомфортные. Сегодня спокойный, мирный город. Сегодня есть поддержка председателя областной государственной администрации. Уже такая, я бы сказал, и материальная, и политическая. Сегодня, в принципе, нет противостояния с частью активного гражданского общества. Он, как бы, из молодых, прогрессивных, новых людей. Человек, как бы, не из системы, не бюрократ, как там считали, не старый аппаратчик, а человек с новым мышлением, по крайней мере, так это все подавалось всегда. И поэтому у него абсолютно комфортные условия. И самое главное, и самое комфортное условие – это просто невероятно большой бюджет. Этот бюджет больше такого, который был у нас в 2015 году, более чем на 800 миллионов больше. Мало того, если вы помните, то так уж досталось, что, допустим, я избирался мэром по неволе, потому что умер городской голова, Чайка Владимир Дмитриевич, и оставалось всего полтора года до проведения очередных выборов. Весь 2014 год, весь полностью мы прожили в абсолютной нищете, в войне, в диких условиях, которые мы были в катаклизмах техногенных и разного рода других катастрофах. Так уж все в этот год сконцентрировалось, прямо как напасть какая-то, как столетие Первой мировой войны, 2014 год. Мы все это выдержали счастью. А только-только в конце июля 2015 года у нас появились эти первые пресловутые две сотни миллионов, которые мы увидели как первые плоды децентрализации бюджета. Оставалось до выборов август, сентябрь и октябрь, это уже до их проведения. Фактически мы вошли с этими деньгами в выбранную кампанию. Не было у нас другого времени. Сейчас смотрите, более того, у него будет не только достаточно серьезные средства в бюджете, еще будет огромная команда. Новая структура мэрии предусматривает значительное увеличение штата, там около 200 единиц. То есть фактически наш ответ на это неправильное управление не хватает чиновников, нужно их еще больше сделать. Наш край это поддерживает? Это не поддерживаю ни я лично, ни депутаты нашего края. Мы выразили свою позицию и на сессии городского совета, и в соответствующих заявлениях, и естественно подтвердили это голосованием. Вы не голосовали за структуру? Ну, давайте начнем с того, что мы не голосовали за структуру только из-за того, что там раздули штатную численность на 200 единиц, которая тянет за собой около 50 миллионов гривен, а на самом деле это будет гораздо больше, потому что надо помнить о том, что всех этих людей, 200 человек, надо разместить. Каждому нужен стол, стул, каждому нужен, или через одного человека нужен компьютер, нужна другая техника, надо отапливать какие-то помещения, здания, нужно делать ремонты и так далее. Можете себе представить, какая сумма уйдет на чиновничьи аппараты? А если бы, допустим, пошел на встречу Александра Сенкевича и назначен вашего представителя Олега Кресенко, главу фракции НашКрай, вице-мэром, вы бы тогда проголосовали? Нет, не имеет никакого значения. Мы тут не занимаемся торговлей принципами и торговлей своей честью и своими убеждениями. Дело не в этом. Наш представитель сам отказался от должности за несколько дней до того, как ему мэр это предлагал, и поэтому об этом даже говорить нечего. А что касается наших принципиальных позиций, ну, извините себя, надо себя немножко уважать. Вот, для этого надо понимать, что подобно, это вообще нонсенс в Украине. Такого, чтобы на 200 единиц увеличили штатную численность, ни один областной центр, я уже не говорю о других городах, вот, похвастать не может. И вряд ли похвастает в ближайшие годы. Вы не проголосовали также за новый персональный состав испанкома, куда не включили представителей нашего края? Ну, сначала мы не проголосовали, а потом не включили. Поэтому все последовательно. Мы с ночами вас не выдвинули, да, ваших людей? Нет, выдвинули. Выдвинули. Вы же видели, там было роздано первоначальное решение утром, в котором были и те представители… Юрий Андреенко. Да, Юрий Андреенко и Валерий Буркун. И из БПП два человека тоже представляли в исполком, чтобы это было… И БПП тоже не включили в исполком. Чтобы это было, да, соответствующее представительство. И было роздано решение, в котором действительно и представители нашей политической силы, и представители наших уважаемых коллег и партнеров из БПП, они были в этом решении, в персональном списке. Однако от нас потребовали, чтобы мы заранее, до голосования, еще в кулуарной беседе заявили о том, что мы проголосуем пакетом. Ну, извините, исполком городского совета имеет огромное количество полномочий. Вот видите, одним махом, как принимали вопросы по тарифам. И не только, масса очень серьезных вещей. И вот так вот пакетом, не зная половины из этих людей, вообще некоторых из них не видя никогда в жизни, просто проголосовать, мы, извините меня, не органчики из Салтыкова-Щедрина, и не машинки для голосования, и не болванчики-кнапкодавы. Мы депутаты городского совета, которых избрало население города Николаева. Поэтому нравится кому-то это или не нравится, мы голосуем сообразно своей совести, своим принципам. И в конце концов мы взрослые, особенно наша фракция, достойные, самодостаточные люди, которых избирала городская громада именно за это. Посмотрите на список наших депутатов, посмотрите на их заслуги, их регалии, их возможности, их практический и прагматичный жизненный опыт. И поэтому я абсолютно убежден в том, что это было осознанное голосование. И, кстати, не было никакой партийной дисциплины, здесь каждый выбирал для себя. У нас не было ни одного депутата, который разделял бы подобную позицию городского головы, все проголосовать пакетом. А почему городская голова хотела проголосовать пакетом? Вот прямо пакетом. И никак иначе. Как он это объяснял? Очень просто, вот, никак, в свойственной манере не объяснял. Он, ну, прекрасно мы понимаем, в чем причина. Что под Амельчука не было бы голосов, например. Он переживал, что за некоторых людей, на которых он взял определенные обязательства, вдруг не хватит голосов. Перед оппозиционным моком обязательства? Ну, я не знаю, вот, перед кем и какие обязательства городской голова брал. Это мое предположение всего лишь. Потому что я не помню такого за всю историю своей работы, чтобы мы пакетно голосовали за членов исполкома, даже не зная некоторых фамилий, не зная их в лицо. Ну, кстати, как вы считаете, вот вы были мэром города и неоднократно представляли людей на должности вице-мэров. Вот когда Сенкевич представлял новых людей на должности вице-мэров, он их не называл и не защищал перед залом. Он предлагал идти к трибуне, выступайте, как будто бы понимая, что, в принципе, голоса за них есть. Почему он, может быть, он не хотел ответственность за них взять? Я не городской голова сегодня, я не хочу давать оценки мэру города. Это его право. Вы дали ее гомосованием, вы не дали голоса за вице-мэров? Это наше право. Можно ли сказать, что не гомосуя за структуру, за исполком, за утверждение заместителей? Вы в оппозиции к городскому голове? Нет. И вообще, если посмотреть программу нашей партии, там понятно. Мы в оппозиции только к действиям, которые не направлены на развитие, а направлены на какие-то другие цели. Мы готовы были голосовать за исполком, готовы были голосовать в том числе и за заместителя городского головы. У нас было только одно требование. Давайте проголосуем персонально. За каждого члена и за каждого зама персонально. Во-первых, это справедливо. Мало того, что обещанные всем и заявленные, и так разрекламированные и задекларированные конкурсы, так в конце концов на самые ключевые должности близко не состоялись. Мало того, что до этого звучала в нашу сторону беспрерывная критика, что мы все делаем непрозрачно, а надо все делать открыто на конкурсной основе. Мы не против. Можно и таким способом. Закон это позволяет. Но в конце концов, извините, мы хотя бы могли посмотреть, как зал голосует за одного, второго или третьего кандидата. Для того, чтобы четко и понятно стало, что вот этот заместитель городского головы пользуется огромным доверием у депутатов городского совета. Я, например, глубоко убежден, что если бы мы голосовали и вынесли бы персонально, за Валентина Васильевича и Доржи проголосовали бы массово. Я не знаю, кто бы был бы против. Почему? Он профессионал, он специалист и так далее. Можно ли сказать, что этот испанком представляет интересы всего городского совета, а значит всех избирателей, или лишь это интересы оппозиционного гмока и самопомощи? Ну, все просто. Давайте не усложнять. Право городскому голове любое, на любое действие дает закон. В законе четко прописано, что вносит кандидатов городской голова. Голосует за кандидатов из-за персональной состава и количественной исполкома. Голосует за кандидатов. Вот городской совет. Но вас не смущает, что все системные решения сейчас принимаются именно вот этими двумя фракциями, не вашими, а вы с БПП, как будто бы в стороне? Я в жизни столько всего видел и столько раз меня когда-то в молодости это смущало, что сегодня меня смутить уже практически невозможно. Хочу сказать вам следующее. Я все время вот как ровесник независимой Украины и начал заниматься этими вопросами даже уже позже, во второй половине 90-х годов, видел потом и результат, и итог соответствующий подобные действия. Какой итог с вашего опыта на подобные действия? Я не настрадам, он жизнь покажет. Вы как будто бы что-то утаиваете. Но если с позиции... Нет, ну что вы. Я просто как бы с позиции аналогов смотрю. Ну так вы скажете, итог перевыборы покажут итог? Нет. Ну зачем так радикально? Итог. Рано или поздно будут очередные выборы. В нашей непредсказуемости они могут быть намного раньше запланированного срока. И дает оценку вот всему, избиратель, население города Николаева, они дадут оценку. Но если с позиции нашего края более-менее понятно в городе Николаево, на всеукраинском уровне, будет ли добиваться партия «Наш край» внеочередных парламентских выборов? Или вас как бы устраивает текущий парламент? Во-первых, ни у одной политической партии нет никакого права добиваться подобного. Право определять внеочередные выборы в законодательном порядке есть у одного человека в стране. Всенародно избранного президента Украины, в данном случае Петра Алексеевича Порошенко. Поэтому все вопросы надо было бы, если бы они у вас были, адресовать именно к первому лицу государства. Что касается того, нужны ли или не нужны, по нашему мнению, парламентские выборы, я вам хочу сказать, что у нас очень много сейчас работы по партийному строительству. У нас идет постоянная подготовка на выборы в объединенные территориальные громады. Я вам скажу, что базовые области – это Николаевская и Черниговская области, ну кроме Луганской и Донецкой. Я хочу напомнить те цифры, что 33% мандатов, которые выдвигались от партий, получила Черниговская область, 30% получила Николаевская область. Это наш край. Это благодаря высочайшему авторитету депутатов областного совета, работе нашей областной партийной организации и другим моментам. Но в целом по стране мы взяли более 7%. Это как бы своеобразный, ну, будем так говорить, такой вот пристрелочный итог того, что хорошие авторитеты, свой избиратель у нас есть. Поэтому у нас есть свой печатный орган в стране, мы очень мощно работаем в международном плане, международное сотрудничество. Вы именно посетили США? Да, я возглавлял нашу делегацию в США, было несколько народных депутатов нашей делегации, были политэксперты, были социологи, и мы работали с... Это случайно, что вы ехали по пригнушению Республиканского института, в том числе, как бы близкого к Дональду Трампу, победителю президентских выборов? В Америке не так, как у нас. Там нет именных партий. Республиканская партия существует примерно столько, сколько существуют Соединенные Штаты Америки. Поэтому мы давно работали, еще до выборов президента с АЭРАем, Международным Республиканским Институтом. Также, кстати, мы сотрудничаем и с Демократической партией США, и у нас уже на вторую половину года есть приглашение отработать с некоторыми проектами в Соединенных Штатах. Они будут у нас, мы будем у них. Кроме этого, у нас есть ряд наработок о взаимном сотрудничестве с европейскими странами. Вот я думаю, где-то не позже марта мы посетим Литву, поработаем с нашими литовскими коллегами. Мы развиваемся в том смысле, что очень многие страны Евросоюза и их политические институты заинтересовалась система организации работы партии «Наш край», потому что у нас нет вождя. У нас институт сопредседателей. И в течение двух месяцев по всей стране 4640 мандатов, а сейчас добавилась еще какая масса мандатов по всей стране. Только в Николаевской области мы взяли более 70 мандатов. Поэтому говорить о том, что… На выборах в территориальные громады, которые были в декабре. Да, но это депутаты местных советов. У нас практически нет советов, в которых нет представительства нашего края. Да, где-то их немного, где-то больше, где-то очень много, но в любом случае это сегодня влиятельнейшая политическая сила, основу которой составляет развитие органов местного самоуправления и децентрализация. Мы не конкурируем с мэрами, по большому счету. Мы не выясняем отношения с органами государственной власти. Мы не в оппозиции ко всему подряд, потому что мы сегодня не в государственной власти. Мы критикуем и находимся в оппозиции только к действиям, направленным на ухудшение жизни либо местных громад, либо в общегосударственном плане. И, например, мы часто обращаемся к премьер-министру по вопросам, связанным с тем, что Кабинет министров принимает те или иные решения, с которыми мы не согласны. Вот жесткое обращение было, я его подписывал как сопредседатель партии, по тому, что хотели отменить полностью, если помните, стипендии, сделать их такими. Премьер-министр нас услышал. После этого мы обращались с тем, что пора жестко заняться монетизацией средств, которые остаются от неиспользованной субсидии каждого горожанина, для того, чтобы они аккумулировались. Тоже было мое обращение, и Владимир Борисович Гройсман, мы с одобрением это отмечаем, услышал это, и четко этот месседж про монетизацию вот этих вот оставшихся средств от субсидий каждого конкретного в виде уже средств реальных сказал, и они рассматривают эти вопросы и будут это решать. Вы хорошо ориентируетесь во всеукраинской повестке дня. Значит ли это, что у вас есть парламентские амбиции? Ну, я скажу так, у нашей политической силы есть парламентские амбиции. У вас лично? Ну, я же состою в политической силе, причем я являюсь одним из национальных лидеров этой политической силы, поэтому у меня же не может быть отсутствия амбиции, если она есть у всех моих соратников. На округе будете баллотироваться или по списку? Ну, мы не знаем, какой будет, во-первых, закон. Выборное законодательство давно, видимо, нуждается в каких-то обновлениях. Об этом очень много сейчас говорят. Я бы сейчас не загадывал, но, естественно, что в списке это однозначно. Оглядываясь на опыт нынешних депутатов, в том числе Николаевских, у вас есть реальное понимание, как можно, как вы могли бы повлиять на развитие города, будучи там в парламенте? Да, конечно. Учитывая то, что у меня очень большой опыт работы в городской власти, в том числе первым руководителем, мэром города, я вижу очень много приемов и позиций, где бы можно было городу помогать. И чтобы было понятно, неважно на сегодняшний день, кто у нас городской голова. Я, Сенкевич, либо мог бы быть кто-то и другой. Важно, что горожане доверили мандат определенному человеку, за которого они проголосовали, который набрал большее количество голосов. И нравится он кому-то или не нравится, во всем хорошем и в развитии города ему надо помогать. Нельзя жить по принципу «однажды лебедь рак до щука». Помогать надо во всем. По большому счету… Сейчас есть народные депутаты, которые не помогают мэру и городской власти. Ну, я, когда работал, были те же самые народные депутаты, поэтому сказать, что кто-то не помогает, я бы не сказал. Просто у кого-то это получается чуть лучше и эффективнее. Ильюк, например, вызывает к импичменту Сенкевича. Ну, слушайте, я когда работал городским головой, тоже находили горячие головы, в том числе и отдельные народные депутаты, тоже призывали к импичменту. Слава Богу, всю свою каденцию я нормально, спокойно проработал. Дело в том, что раскачивать лодку – это не тот путь, по которому надо идти. Все должно идти своим чередом. Для чего избирали депутатов городского совета? У них самая главная функция – это контролирующая. Не для того, чтобы беспрерывно забивать голы направо и налево и блок собирать по каждому, будем говорить, пустяковому поводу. Не для того, чтобы они выглядели так, как в парламенте, устраивали драки, блокировали трибуны, ломали бы микрофоны и так далее. А для того, чтобы была спокойная, конструктивная, четкая и, самое главное, совместная работа. Гражданам невозможно объяснить какие-то там политические противостояния, какие-то политические принципы, полупринципы. Граждане хотят видеть у себя то, на что они надеялись. Они хотят видеть свой родной город ухоженным, уютным, развивающимся. Надо сохранять преемственность. Все, что было хорошее, надо развивать и опираться на это. И надо зарабатывать собственные достижения. Тогда будет чем похвастать. А не хвалиться достижениями предшественников? Ну, я так не сказал бы. Понимаете, с учетом моих седых волос, с учетом моего жизненного опыта, я очень сказал бы снисходительно отношусь к горячей голове, к, будем так говорить, в политике еще здоровым амбициям, такому молодежному максимализму. Отношусь к этому и с пониманием. Наверное, каждый из нас, я имею ввиду, нас, взрослых, состоявшихся людей, в свое время был таким же. Поэтому давайте будем чуть добрее друг к другу. И вместо того, чтобы выискивать какие-то недостатки, поможем все вместе реализовать достойные вещи. Даст Бог, получится. Надеюсь, получится. Сегодня мы общались с Юрием Гранатуровым. Спасибо большое, Юрий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова